Мы украинская IT-компания, которая разрабатывает веб и мобильные приложения. В нашей компании работает более 130 человек. Клиентами нашей компании являются IT-предприниматели, стартаперы, крупный и средний бизнес. Ну и, конечно же, что классно, супер и хорошо, что у нас работает талантливая реально команда ребят, программистов, разработчиков, дизайнеров, бизнес-аналитиков, которые, собственно говоря, мы и работаем над тем, чтобы наши проекты были качественными и удовлетворяли потребности наших клиентов. Итак, немного об наших офисах. У нас есть четыре функциональных офиса. Офис Product Management, в котором работают бизнес-аналитики, delivery-менеджеры, project-менеджеры. Также офис UX UI, в котором, собственно, работает у нас Антон. Ребята применяют последние техники дизайна, но и мы активно развиваем нашу дизайн-студию UGEM. Подписывайтесь, кстати, на соцсети дизайн-студии UGEM. Офис инжиниринга по разработке веб и мобильных приложений. Разрабатываем на Ruby, Ruby on Rails, JavaScript, React, React Native. Ну и офис тестирования, программное обеспечение. То есть мы не просто тестируем, но проверяем, как работает продукт в реальных условиях с помощью мануального, функционального и автоматизированного тестирования. Ну и, конечно же, мы развиваем наших сотрудников, наших ребят, начиная с процесса адаптации, менторинга, интернатуры. У нас есть профессиональные планы развития, которые ребята составляют каждые полгода и развивают свои скиллы. Ну и также мы компенсируем на разные мероприятия, обучение, сертификации. И, собственно говоря, развивая сами, мы развиваем других, делимся своей экспертизой и своими знаниями. Ну и, собственно говоря, мы не только работаем, но и мы вместе отдыхаем, проводим разные тимбилдинги, конференции, корпоративы. Также у нас каждый месяц проходят пятничные вечеринки, на которых мы все вместе собираемся и гуляем. И также проходят у нас разные муж-клабы, спикинг-клабы, инглиш-клабы. Поэтому вот так вот. И направление компании – это разработка веб и мобильных приложений, как я раньше упоминала. Но мы не только предоставляем услуги по разработке продуктов, но и также владея высокой экспертизой, мы создаем технологические решения, которые решают бизнес-потребности наших клиентов. Но и также у нас есть собственные продукты компании – SaaS и White Label продукты. И, как я уже упоминала, то, что у нас проводятся курсы по Ruby Ruby on Rails два раза в год, осенью и весной, для веб-разработчиков. Ну и, конечно же, мы проводим ивенты и мероприятия, вот как сегодняшние, собственно говоря. Очень рады видеть. Подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети, для того, чтобы не пропускать мероприятия и приходить на наши следующие ивенты. Сейчас я передаю слово нашему спикеру Антону Косолапову, UX, UI-дизайнеру дизайн-студии UGM. И Антон Косолапов вам сегодня, собственно говоря, расскажет, как не зафейлить крупный проект. Очень рад вас всех сегодня тут видеть. Мне очень приятно, что собралось так много людей. И это очень круто, очень плохая погода, она нас не радует в последнее время. Поэтому, когда я узнал, сколько людей зарегистрировалось, я просто был в шоке, можно так сказать. И, да, меня зовут Антон. И я работаю в компании Ruby Garage уже больше года. Я работаю UX, я дизайнером. Общий опыт работы в цифровых продуктах уже около 6 лет. И за это время, как и многие другие дизайнеры, я успел пройти путь от каких-то небольших сайтов, проектов, стартапов до достаточно крупных проектов. И на своем опыте, и на опыте других ребят могу сказать, что часто могут возникать проблемы именно на вот этом переходе к крупному проекту. Если мы говорим о крупном проекте, то подразумеваем проекты на сотни тысячи экранов. И тут получается как? Либо вы готовы к этому переходу, либо у вас начинают возникать трудности, что может приводить к нежелательным достаточно последствиям. И сегодня я предлагаю поговорить немножко о том, собственно, почему это важно понимать, как правильно организовать процессы в дизайн-команде и коммуникацию на крупных проектах, как подобрать правильно инструменты и создать структуру исходников, проектов, с которыми будет комфортно работать не только вам, а и вашей команде. Третье – это организовать процессы внутри команды, дизайн команды и настроить общую коммуникацию. И последнее – это обсудим общие какие-то ошибки и немножко лайфхаки, как мы можем предотвращать эти ошибки. И так, собственно, почему это действительно важно? Нас много учат в разных видео, учебниках, на курсах, как выглядит какой-то оптимальный дизайн-процесс. Ну, я тут нарисовал такой график на примере линдизайна. То есть у нас есть какая-то проблема, мы ее изучаем, мы делаем какое-то дизайн-решение, тестируем, валидируем, и, собственно, круг замыкается, мы повторяем его. Но ввиду различных причин, таких как недостаток опыта, неправильная коммуникация, возможно, неправильное какое-то видение, часто бывает так, что на разных этапах этого круга вам приходится возвращаться каким-то предыдущим экраном, вносить какие-то правки в стайл-гайды, и эти правки начинают затрагивать другие флоу, потому что уже много работы было сделано, если мы говорим о сотнях экранов. И таким образом они начинают как снежный ком накапливаться, и начинают какие-то возникать ошибки, проблемы, неконсистентный дизайн. И к чему это приводит в реальной жизни? К тому, что это из спринта в спринт у вас начинают переходить какие-то непонятки, какие-то трудности, вы на каком-то этапе находите какую-то проблему, пытаетесь на нее переключиться, чтобы быстро ее решить, отдать разработчикам. И с этим в будущем все сложнее и сложнее становится работать. И, собственно, к каким последствиям это приводит? Первое – это очень много правок. Мы не любим правки, и это не круто, когда постоянно приходится возвращаться к тому, что ты уже давно закончил, с чем уже работают разработчики, допустим, и делать какие-то чинджи, передавать их – это не круто, на это тратится куча времени, и это не есть хорошо. Следующее – это UX UI баги, то есть когда вы начинаете быстро вносить какие-то изменения, их как бы обдуманность, обоснованность может вызывать определенные сомнения ввиду недостатка времени, ввиду того, что просто элементарно появляется спешка. Это все приводит к тому, что в ваших проектах может разводиться полный беспорядок в исходнике, в стилях, в артбордах и так далее. И, соответственно, это начинает затрагивать уже не только вашу работу, но и начинает касаться вашей команды, когда, допустим, несколько дизайнеров на проекте, то становится трудно находить какие-то элементы, возникают проблемы, и это не есть хорошо. Следующее – это неконсистентный experience, то есть когда приходится на коленке буквально быстро что-то стараться поправить, поменять, то эти решения могут просто обосновываться вашим каким-то видением, интуицией, но не быть подкрепленными исследованиями, тестированиями. И это уже сказывается на том, что пользователь не получит то решение проблемы, которое он хотел бы получить. Следующее – это, естественно, какие-то мелкие ошибки, которые можно совершать по невнимательности. Кстати, лично я в свое время очень этим страдал, и с этим трудно бороться, но четкий порядок поможет это все исправить. И последнее – это то, что все это приводит к тому, что вы фейлите дедлайны. Соответственно, фейлим дедлайны, растет бюджет, проект начинает разрастаться, и из-за этого возникают проблемы и у вас, и недоволен клиент, и недовольно руководство. То есть с этим нужно действительно бороться. И давайте небольшое резюме по первому пункту нашей презентации. Собственно, что очень трудно зачастую избежать ошибок. Второе – это большие проекты требуют очень четкой структуры и организации, абсолютно всегда, во всех ситуациях. Третье – это то, что мы сегодня обсудим, поможет вам сэкономить время и деньги. И то, что всегда лучше на самом деле учиться на чужом опыте и стараться не совершать новых ошибок. Поэтому сегодня я расскажу, как все это сменеджить. Сразу хочу обмолвиться, что это достаточно такая субъективная тема, и которая зависит от множества факторов. Но я буду приводить много примеров из нашей работы с тем, как мы стараемся с этим всем бороться. И надеюсь, что кому-то из вас это будет полезно. Возможно, вы не совершите те ошибки, которые делали мы в свое время. Итак, первое – это инструменты и структура. Дизайнер, он как истинный ремесленник должен подбирать инструменты конкретно под свою работу. Это может действительно зависеть в разных случаях от того, чем вы занимаетесь. И я тут набросал достаточно стандартный набор, то, чем пользуемся мы. И все очень индивидуально. То есть, какой у вас проект, какие у вас потребности. Допустим, с теми же прототипами. Если вам нужен какой-то базовый интерактивный прототип, вы можете воспользоваться InVision или Principle. Если вы хотите что-то кастомное, крутое, с морфингом, тогда можете использовать автор. И, соответственно, если вы хотите, чтобы в вашем прототипе работали реальные базы данных, и он был максимально приближен к реальному продукту, тогда можно воспользоваться, например, фреймером. Поэтому тут вы вольны всегда подбирать все под себя, то есть создать какой-то стандарт для вашей команды, в котором вам будет комфортно работать. Потому что комфортно и при этом эффективно в том плане, что тот же фреймер, он очень крутой, но зачастую бывает так в нашей сфере, что затраты не окупаются. То есть достаточно долго и сложно разобраться с ним, сделать классный прототип. Но если в этом действительно есть потребность, то круто, дерзайте и старайтесь как бы все адаптировать под себя. Следующее это у нас. Да, создайте порядок и структуру в своих документах. То есть проекты большие, они могут состоять из разных частей. Это могут быть разные файлы, наборы каких-то ресерчей, наборы иллюстраций, которые будут использоваться. Это могут быть реально сотни артбордов с разными флоу. И поэтому очень важно четко все сгруппировать и проименовать. Потому что, естественно, в крупном проекте не только вы будете с этим работать. Да, я там знаю, где у меня что лежит, но другой человек, когда будет стараться что-то найти, ему будет очень тяжело с этим всем разобраться, с тем, что вы там нагруппировали или насохраняли. Я тут сделал две колонки, как действительно не стоит именовать и группировать по названиям проекты, файлы, артборды, группы, символы и так далее. И те примеры, которые используем мы, допустим, там с теми же артбордами, вы можете увидеть, как система, по которой мы именуем. То есть первая буква D и T, это означает платформа, для которой этот экран сделан, допустим, десктоп или таблет. Второе, это роль пользователя, для которой этот флоу адресован. То есть там CEO, это company owner и клиент. Дальше это идет какая-то глобальная часть флоу, sign up, допустим, или consultation page. И последнее, уже через дефис, мы пишем то, какое это состояние конкретного экрана в данном флоу. То есть, допустим, там completed state или empty state и так далее. То есть это не истина, какая-то последняя инстанция. Если вам удобно, вы можете найти какие-то примеры и группировать по-своему, именовать. Но если у вас будет единая система для всех членов команды, то тогда это станет очень таким гладким, удобным процессом, в котором всегда будет просто разобраться. Следующее, это создайте свои собственные шаблоны документов и сделайте их удобными. Мы очень часто в дизайне используем результаты различных ресерчей. И для этого необходимо иметь какие-то свои шаблоны, для того, чтобы было всегда удобно в них ориентироваться, то, что я говорил до этого. И поэтому я вам могу посоветовать находить какие-то best practices, как другие это делают, находить классные примеры, создать свои собственные темплейты и уже интегрировать их в свой дизайн-процесс. Сейчас покажу пример. Например, допустим, вот обычная структура документа, который мы используем для ресерча какой-то конкретной части flow перед стартом проекта. То есть каждая юзер-старя разбивается и под нее готовится отдельный ресерч. То есть мы смотрим, как конкуренты, как другие компании подходят к решению этой конкретной проблемы. И то есть у нас есть просто четкая структура, по которой делается этот документ. Допустим, первое – это звание файла, там согласно фичеру к breakdown-листу. Дальше мы можем скинуть какие-то ссылки на полезные статьи, какие-то результаты ресерча, которые могут относиться к этой теме, добавить какие-то best practices. Дальше можно вставить табличку, в которую вы внесете результаты дискуссии, которые у вас возникнут во время презентации. То есть вы там показываете ресерч, вы что обсуждаете, как сделать лучше. И в эту табличку можно прямо на ходу вносить какие-то результаты. Дальше идут скриншоты, собственно, этих частей flow. И при этом под каждой мы пишем то, что нам понравилось на данном экране, то, что там может вызывать сомнения, допустим, желтым цветом выделяем, и красным то, что явно не подходит или не понравилось. И таким образом по каждому скрину мы видим какие-то классные штуки, которые мы можем перенять себе и использовать потом у себя в проекте. И, соответственно, в конце готовим резюме по данному ресерчу. И тогда как бы просто и понятно будет уже, когда вы сами начнете дизайнить эту часть flow, собственно, что с ней делать. Следующее – это создайте свои собственные внутренние гайды. Они очень хорошо помогают, на самом деле, анбордить новых сотрудников и в первую очередь избавиться от каких-то лишних обсуждений, разъяснений. Ну и, естественно, предотвратить ошибки, которые могут возникнуть у новичка в команде. В том плане, что до этого я вам рассказывал, что нужно создавать какие-то свои стандарты. Соответственно, вот пример документа, в котором у нас написано, как правильно именовать, группировать, сохранять файлы. То есть какие-то правила workflow, какие-то гайды, как мы организовываем макапы, как избегать ошибок. Вот еще один пример. Это у нас есть такая презентажка, в которой мы собираем частые ошибки, которые прямо у нас в проекте возникают. То есть просто скриншот из InVision и что вот проблема иногда не проставляют ссылки. Допустим, будь внимателен с этим, пожалуйста. И, соответственно, уже человек, когда будет работать со своим прототипом, у него появятся мысли, что нужно там проверить и так далее. То есть это хорошо экономит время, в первую очередь, на коммуникации и потом уже на предотвращении этих ошибок. Следующий блок – это процессы и коммуникация. И первое, что я хочу сказать, это, да, есть известная фраза «разделяй властвуй». И она, на самом деле, отлично подходит к работе с крупными проектами, потому что чем грамотнее и четче вы сможете декомпозировать, разобрать те задачи, из которых состоит создание вашего проекта, тем проще вам будет потом с ними работать. То есть, естественно, там не стоит перегибать палку и делать отдельные задачи под каждый экран, но можно, допустим, очень удобно объединять какие-то спринты по флоу для конкретного пользователя или, допустим, если флоу является очень крупным, там как-нибудь добавление товара в корзину, оплаты и так далее, то есть можно тогда разделять вглубь по, допустим, платформам, если у вас мультиплатформенный продукт. Это поможет как бы работать с более мелкими частями и фокусироваться конкретно на них. Следующий пункт, он, в принципе, частично выходит из предыдущего, то, что делегируйте задачи и делайте именно вашу работу, при том одну на единицу времени. Сейчас объясню, о чем я. Вам может иногда казаться, что вы можете сделать там лучше, чем что-то лучше, чем другой член команды, но если вы будете лезть в чужую работу или кто-то будет лезть в вашу работу, это в первую очередь распыляет усилия, во-вторых, это распыляет ответственность за результат. То есть когда человек сфокусирован на своей задачи, он несет полностью за нее ответственность и он как бы готов ее делать. При этом, что я имел в виду про единицу времени, есть такая статистика, что человеку нужно около часа для того, чтобы переключиться с одной задачей на другую и войти в состояние флоу по сути. Поэтому когда к вам кто-то, допустим, прибегает с какой-то срочной задачей, там все горит, надо делать, лучше все-таки постараться закончить то, на чем вы сейчас сфокусированы и дальше уже разбираться со второй задачей. Потому что когда вы думаете, сейчас я тут быстренько открою, поправлю, а потом вернусь к этой задаче. То есть вы, во-первых, теряете фокус, вы тратите время на переключение, открыть, сохранить. Ну, это пустая трата времени на самом деле. Поэтому лучше фокусироваться на чем-то одном и конкретно на вашей работе. Дальше, это используйте роудмапы и определяйте дедлайны. То есть кто не знает роудмапы, сейчас покажу пример. Это такие таблицы, в которых вы можете разносить все фичи, выставлять им какие-то даты, в какие промежутки времени они будут делаться и при этом добавлять статусы, то есть процессе сделано. От себя добавлю, что мы, кроме того, что сделано, еще проставляем ссылку на прототип. То есть таким образом каждый член команды, когда он открывает роудмап, он понимает, на каком этапе сейчас находится разработка продукта, что нужно для выполнения следующих шагов, вдруг там нужны какие-то ресерчи и так далее. И, соответственно, по готовым частям он уже может увидеть, что сделано и открыть по ссылке прототип. Поэтому это реально очень удобная штука. При этом очень важно всегда определять какие-то реальные дедлайны, потому что, да, мы знаем там лучший враг хорошего и можно бесконечно стараться полировать продукт, но таким образом вы просто никогда не придете к релизу и пустую потратите время и деньги. То есть лучше уже закончить какую-то итеративную часть и пытаться ее развивать дальше. Следующий совет по процессам – это, да, тестируйте, тестируйте опять. И в идеале тестирование – это такой бесконечный процесс, который постоянно должен преследовать вашу работу. Но в жизни все бывает не так гладко. И даже в своей практике я практически всегда сталкивался с тем, что на тестирование, так сказать, забивают, потому что это лишние деньги, лишнее время и стараются просто элементарно сэкономить. То есть мы там уже сделаем, а потом проверим, допустим, на реальных пользователях. Но даже в таких ситуациях, когда вы ограничены во времени и финансах, возможно, стоит там сфокусироваться на какой-то core-фиче вашего продукта. То есть если у вас это интернет-магазин, то постарайтесь четко там через фокус-группы или через юзабилити-тест прогнать добавление товара, оплату, проверку заказа, то есть проверку статуса потом, когда уже доставка идет. То есть то, что будет буквально приносить вам деньги, то, допустим, на чем будет сфокусирован пользователь, должно работать очень идеально и гладко. Определите, что такое выполненная задача. И тут такой очень реально субъективный момент в том плане, что у всех нас достаточно разный может быть бэкграунд. Мы все могли приходить на текущее рабочее место из разных компаний. И для каждого выполненная задача – это что-то свое. То есть кто-то может просто элементарно сохранить картинку или просто сохранить файл, сказать, все, я там сделал, короче. Кто-то может там сохранить, закинуть на Dropbox, генерить линку и скинуть. По нашему примеру, сразу скажу, как мы делаем. То есть мы, когда что-то есть, какой-то артефакт готовый, мы его добавляем в прототип, проверяем там, чтобы все, что нужно было экспортнуть. Можно было экспортнуть, генерируем ссылку на этот прототип, на часть, которую нужно показать. Добавляем ссылку в Jira, добавляем ссылку в Roadmap. И только тогда можно там перетянуть таску в состояние Need to Review. И, собственно, для нас это уже выполненная задача. То есть, как я говорил раньше, все индивидуально. И для того, чтобы вы могли подстроиться под свой проект, вы можете просто создавать свое вот это определение. Но когда оно у вас четко будет сформировано между всеми членами команды, то тогда не будет возникать вопросов, а это сделано, это не сделано, почему это сделано именно так, и там, почему ты мне не скинул ссылку. То есть, меньше всякой рутины получится, и это поможет сэкономить реально время и предотвратить какие-то ошибки и недопонимания. Ну и тем более сделать процесс более быстрым и простым. Следующее – это старайтесь всегда презентовать свою работу. Я еще дальше чуть-чуть расскажу про ревью дизайна. Но тут я хотел бы сфокусироваться на том, что люди имеют разный опыт. И если вы, допустим, делаете для клиента какой-то проект, у него могут быть какие-то фантазии, он там себе что-то напридумывал, где-то увидел, до вас мог эту мысль не донести. И, соответственно, если вы ему просто скинете картинку, архив, какую-то ссылку, он сам там посмотрит, подумает, что это за фигня, может просто элементарно не разобраться, и это будет неприятно ни ему, ни вам, никому, собственно. Поэтому в идеале старайтесь презентовать свою работу лично. Таким образом, у вас всегда будет возможность, во-первых, аргументировать свои решения, рассказать, почему вы именно так сделали, как вы пришли к этим решениям, где вы там посмотрели, на какие результаты ресерча опирались и так далее. И, естественно, вы сможете ответить человеку на его вопросы, и тогда у вас не будет никаких недопониманий. Таким образом, вы сможете защитить свой результат работы и показать его правильность. Вы сможете вступить в дискуссию, естественно, но в любом случае это вызовет меньше проблем, чем если просто скинуть на вот посмотри. Типа я пойду чай попью. Дальше это старайтесь деливерить результат своей работы достаточно разумно в том плане, что вы как дизайнер можете предоставлять кучу разных артефактов, начиная от ресерча, заканчивая какими-то скринами, прототипами, иллюстрациями, чем угодно. Поэтому вы должны задать себе несколько вопросов. То есть я вот сейчас вам покажу примеры. Допустим, кто будет это смотреть? Это будет менеджер, это будет клиент, это будет разработчик. Соответственно, у всех разные цели. Второе, как они будут взаимодействовать с тем, что вы им отдадите. То есть это будет какой-то прототип, спека, документ и так далее. То есть сделать их флоу более гладким. Следующее, как они будут этим распоряжаться, по сути. Там, возможно, им надо будет скачать это или какую-то нарезку получить, или потом дальше где-то это применить. Потом, нужно ли будет это им в будущем? То есть если вы шарите какой-то документ, то нужно убедиться, что там ссылка будет перманентная, или вы удалите файл с дропбокса, перенесете, и все, он пропадет, и как бы возникнут проблемы. Должны ли вы презентовать это лично? Возможно, то, что я говорил перед этим. Достаточно ли понятно, как с этим работать, и что это такое? Тут на самом деле бывают абсолютно глупые ситуации. У меня когда-то был клиент, который неделю спрашивал меня, почему я не обновляю вайрфреймы, а он просто не обновлял вкладку в дропбоксе. То есть каждый день смотрел у себя в браузере на одни и те же вайры, которые уже несколько раз обновились. Это было еще много лет назад, но все равно до сих пор вспоминаю этот случай. И последнее, что немаловажно, находится ли это под NDA, и можно ли этому человеку вообще это показать. То есть, допустим, если это потенциальный клиент, можете ли вы ему шарить результаты предыдущей работы и так далее. То есть какие-то детали, возможно, я тут не все успел упомянуть, но старайтесь подумать для кого и что вы шарите, и будет ли удобно ему с этим работать, сможет ли он полностью выполнить свою работу дальше. И переходим к третьей части. Это общие ошибки и лайфхаки, как можно их предотвратить. И первое, это такая одна большая боль. Старайтесь искать компромиссы, и жизнь это не дрибл. Тут я хочу сказать о том, что все мы перфекционисты, и в каждом проекте хотим реализовать какие-то крутые идеи, или сделать тот самый проект, который станет суперкрутым. Но реальность такова, что зачастую какие-то крутые решения могут идти вразрез с бизнес-целями, или их сложно реализовать разработчикам, или просто это дорого, и не вкладывается в ваш бюджет. Поэтому всегда нужно идти на диалог с менеджерами, с разрабами, в том плане, что а как мы можем это сделать по-другому, чтобы это хорошо работало. То есть находить какие-то реально изящные кейсы, то есть какие-то библиотеки новые применять, для того, чтобы все было ок, но при этом это было релевантно реализовано. Сейчас покажу просто пример, что вы можете увидеть, когда вы в дрибле напишите Google Analytics. То есть да, красивые разноцветные графики с картами, кучей каких-то индикаторов, все разных цветов. Выглядит красиво, там тень на графике мне очень-очень нравится. Но если вы в жизни откроете Google Analytics, продукт, который реально успешен, реально круто работает и решает задачи миллионов людей, он будет выглядеть вот так. То есть я не говорю, что все должно выглядеть вот так, но продукт в первую очередь должен быть сфокусирован на решении проблемы пользователя, либо решении проблемы бизнеса. И вы как дизайнер должны держать это у себя всегда в голове и не стараться там реализовать какие-то свои амбиции. Ну, это, конечно, тоже хорошо, но все равно вы должны быть со всеми on the same page, так сказать. Дальше. Это коммуникация и проверка друг друга. То есть коммуникации, она такая, ее не должно быть одновременно и много, и мало. Она должна быть эффективной и своевременной. Соответственно, если у вас есть какой-то вопрос, который можно решить имейлом или просто сообщением, то сделайте это, а не собирайте там кучу людей в переговорки, чтобы забрать у каждого по полчаса и там ни к чему в итоге не прийти. Опять же, это все очень индивидуально. Вот просто приблизительный пример того, как я сейчас работаю у себя на проекте. То есть у меня есть какой-то результат работы, мы его валидируем на внутреннем дизайн-интервью. То есть мы с дизайнерами смотрим, обсуждаем, как это ок-не ок, какие-то мелкие правки вносим. Дальше проверяем это с BA-тимой, насколько это соответствует целям бизнеса, спекам и всему такому. И когда мы полностью уверены, что то, что мы сделали релевантно и соответствует нашим требованиям, мы можем показать это клиенту, продуктованеру и уже как бы отправить условно в разработку. При этом этот линейный процесс, он может дополняться различными степами или наоборот вы что-то можете убрать. При этом могут быть какие-то дополнительные вещи, как там дейли-митинги, на которых вы можете синкнуться со всеми членами команды, понять кто чем занят, у кого какие проблемы, кому что нужно, кто над чем работает и так далее. Викли-демо для команды, где вы сможете разработчикам рассказать по уже готовым частям флоу, как они работают, как они устроены, там разъяснить все вопросы. Рефайнмент-митинги по дизайну, допустим, на которых вы определитесь по спеке, что как должно работать для себя перед тем, как уже начинать дизайн-процесс. Ну и митинги-ретроспективы, на которых вы с командой можете обсудить, что у вас в процессе, в команде работает хорошо, что работает плохо, что вы можете улучшить и так далее. То есть, ну и естественно, вы можете и продукт обсуждать в том числе. Вот отличный просто график, который мой идеальный подход к коммуникации описывает. То есть, если вы можете решить какой-то вопрос сообщением или имейлом, то действительно не нужно устраивать митинги и лишнюю коммуникацию добавлять в ваш процесс. Будьте внимательны и терпеливы. Ну и естественно, все мы люди, мы устаем, мы спешим, мы хотим поскорее домой, поэтому стараемся выполнить какие-то задачи как можно скорее, закончить все, закрыть ноутбук, убежать. Но на крупном проекте не стоит спешить. И действительно стоит быть внимательной каждой мелочи и стараться продумывать какие-то детали наперед. Я сейчас просто вот далеко не буду ходить. Буквально вот неделю назад у меня был кейс, когда я делал таблицу. То есть, у меня есть таблица с платежами, каждый сделан отдельным символом, но при этом почему-то я не сделал заголовок таблицы с символом. И в тот момент, когда я решил чуть-чуть выровнять и поменять расстояние между колонками, мне получилось так, что пришлось вручную на 30 экранах поменять эту таблицу. И естественно, да, это куча потерянного времени, которое я мог бы избежать за 5 минут, добавив эту таблицу в символы, когда создавал ее. При этом, если вы знаете, что вы страдаете какой-то невнимательностью, вы можете не замечать какие-то детали, у вас просто замыливается глаз, когда вы варитесь в одном и том же исходнике очень долго, можете делать для себя какие-то чек-листы, по которым вы можете проверять себя. Вот этот я когда-то сделал для себя. То есть, просто в Excel набросал вот каждый этап с того момента, как я что-то сделал и до того момента, как я полностью закончу задачу, полностью расписал, вот, проверь, пожалуйста, вот это. Ты вот тут часто теряешь, допустим, какие-то пиксели, когда не по сетке ставишь или что-то такое. То есть, где-то можно забыть поставить ссылку перед экспортом в прототип. И сначала оно как бы трудно к этому бывает адаптироваться в том плане, что нужно там проверять, просматривать по несколько раз, найдете какую-то ошибку, перезаливать. Но со временем этот процесс у вас будет доводиться до автоматизма и станет намного проще и быстрее работать уже со своими макетами. И одно из последних – это работайте с фидбэком и изучайте кейс-стадии. То есть, вы когда работаете над продуктом, у вас есть какое-то видение, результаты ресерчей, у вас есть свой бэкграунд, у вас есть команда, которая может посмотреть и сказать, а давайте тут сделаем так. То есть, вы думаете, а может действительно стоит внести какую-то правку? В идеале фидбэк весь нужно как-то фиксировать, записывать. То есть, если это какие-то митинги, составлять по ним фоллоуапы. Если это фокус-группы, то можно там делать аудио-видео фиксирование. Но фидбэк – очень полезная штука. Он помогает находить те вещи, которые вы сначала не могли догадаться, могли не заметить элементарно и помогает улучшить ваш дизайн в будущем. И explore case studies – то, что зачастую не стоит придумывать велосипед. И если задаться целью, всегда можно в интернете найти крутые кейсы, как люди решают ту или иную дизайн-проблему, какие-то идеальные таблицы строят, идеальные логинки. То есть, вы смотрите какие-то крутые примеры, читаете, с какими трудностями люди сталкивались, почему они сделали именно так, а не так. И вы потом не тратите кучу времени на то, чтобы повторно самому всё это изучить и просто сможете адаптировать, что-то изменить и уже использовать у себя в продукте. Поэтому это вот одна из вообще самых крутых штук. Всегда нужно учиться, всегда нужно изучать чужую работу, чтобы не повторять чужих ошибок. И подведём небольшой итог того, что я сегодня сказал. Первое – это находите, создавайте свой инструментарий и создавайте свои флоу для вашего продукта, которые помогут вам быстро и эффективно работать. Второе – это разделяйте всё, обязанности, части проектов, с которыми вам будет удобно работать, вы сможете фокусироваться на конкретных задачах. И это круто. Следующее – это определите шаблоны и стандарты, по которым вы будете работать, для того, чтобы не возвращаться в будущем к тому, что кто-то что-то не сделал или сделал не так. Изучайте фидбэк, то, что я вам только что рассказывал. Следующее – это учитесь на чужом опыте, изучайте кейс-стадии. Старайтесь быть такими лениво эффективными в том плане, что старайтесь оптимизировать свой процесс для того, чтобы потом не делать какую-то лишнюю, двойную работу. Старайтесь продумать наперёд, что вам понадобится, и как я не переделать потом на 30 экранах таблицу. И последнее – да, будьте аккуратны и внимательны, потому что в будущем это поможет вам сэкономить кучу времени. И сейчас, перед тем, как мы закончим, я хотел ещё одну штуку сказать. Возможно, у вас есть какие-то интересные кейсы того, какие у вас возникали проблемы на проектах и как вы с ними справлялись. Можете рассказать какую-то свою зашкварную историю. И лучше мы вознаградим, можно так сказать. У кого есть желание, можете, да, отсканить код, там форма. Обязательно напишите имейл или телефон для того, чтобы мы смогли с вами связаться. Самая крутая история получит обязательно свой приз. И спасибо вам огромное за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. И по нашей команде и студии тоже ссылочки можете посмотреть, изучить. Если мы будем говорить о подготовительном этапе, исследования, какие-то обсуждения, составления чартов, user flow, то этот процесс может достаточно растянуть. То есть для того, чтобы сделать классный UI-кит, из которого вы потом как из кубиков сможете собирать свой продукт и начать уже что-то делать, это надо буквально пару недель. То есть для того, чтобы организовать процессы, надо намного больше времени, потому что кто-то может не вливаться в процессе. То есть ресерч может занимать от одного месяца до нескольких месяцев в некоторых кейсах. Плюс он может параллельно процессу идти, то есть какие-то вещи нужно там доизучить. В плане, допустим, тех внутренних гайдов, которые я показывал, они органично появляются обычно внутри команд. То есть когда у вас уже начинают накапливаться какие-то проблемы, и вы понимаете, что нужно уже как-то с ними бороться, вы просто собираете все кейсы по максимуму и говорите, ребята, вот у нас есть теперь правила, мы по ним будем стараться работать. То есть, соответственно, со временем вы можете что-то дополнять, изменять в этих гайдах, но в целом это органичный процесс, который может растягиваться на все время длительности разработки, по сути. То есть тут очень от проекта зависит. Какие вообще программы используете? Например, Sketch, Figma? Да, мы давно обсуждаем, в принципе, варианты перехода на Figma, но пока мы больше находимся в экосистеме Sketch, поэтому мы используем abstract как файловую, по сути, систему облачную. То есть все исходники, ветки мы храним там. Это очень удобно, вот как раз в кейсе крупных проектов, потому что в abstract вы можете как разработчики вместе, там пятером, втроем, вдвоем работать над одним документом и просто время от времени делать коммиты и мержиться. То есть у вас будет весь результат работы в одном проекте, это очень удобно. То есть, а потом уже все выгружается в InVision, либо какие-то делаются там прототипы в принципе или в авторе. И уже, ну там, естественно, для хранения файлов мы используем Google Docs, MacUps и Draw.io для чартов. То есть, в принципе, инструменты можно подбирать любые под себя. То есть если вы работаете в Figma, многие вещи можно делать там. Если вы работаете в Sketch, они как бы со временем сейчас развиваются, там вроде вот уже и облачная работа должна появиться, то просто нужно понимать, какие у вас потребности и уже под них выбирать конкретный продукт. Ну плюс, опять же, отталкиваться от цены, потому что некоторые продукты могут достаточно большую часть бюджета вашего съесть. Почему выбрали Rubikas? У меня работало в нем пару знакомых, и от них я слышал, у нас такие большие проекты, так круто работать. Ну и после тех компаний, в которых был я, мне стало интересно, о, там 800 экранов, сейчас там работаешь, да, у тебя уже проекты там по 2-3 тысячи экранов. То есть, ну это было интересно в первую очередь. То есть у нас в городе там, допустим, не так много продуктовых команд, компаний конкретно, но при этом в гараже можно с продуктом очень долго работать, при этом на разных этапах, начиная от ресерча, заканчивая дизайном и тестированием. И, ну, это вот на самом деле очень сильно подкупает, потому что очень часто это игнорируют, ресерч и тестирование. То есть, ну вот, давайте вот сейчас сделаем, как Uber, короче, или как что-нибудь другое. Ну, то есть, типа, это не круто. А тут, да, тут ты можешь по-ресерчить. То есть, вот там вот эти таблички из проекта, у меня там около 40 файлов по ресерчу только для этого проекта было сделано. У вас в компании есть отдельные продуктовые дизайнеры или UI и UX дизайнеры разделяют на себя эту должность? У нас, получается, в команде сколько? Вань, сколько у нас? 14, 13, 11. Да, у нас есть пару иллюстраторов. Все остальные ребята, в принципе, более-менее универсальны. То есть, и если мы уже там начинаем работать над проектом, то кто-то один, допустим, может делать UX, кто-то, допустим, в это время делать какой-то UI-концепт. Потом, когда какая-то часть UX готова, второй подхватывает UI, начинает по нему делать. Но, опять же, вот в какие-то моменты времени вы можете свитчить эти обязанности. То есть, если у вас есть люди, которые заточены чисто под UI или чисто под UX, или там даже может быть под прототипирование, то, естественно, круто очень делать индивидуально работу свою. Ну и, в принципе, если там смотреть на Европу, Штаты, то очень часто так и происходит. То есть, ты конкретно UX, ты конкретно UI, ты прототипер и так далее. У нас такая, как бы, ситуация, что все-таки больше, нужны больше универсальные люди, которые могут на разных этапах продукта включиться, поддержать, сделать работу. Ну, естественно, кто-то хуже, кто-то лучше. У нас есть матрица компетенций, в которой, ну, можно отслеживать уровень, по сути, каждого человека и кто, насколько эффективно сможет, какую работу делать. Привет, спасибо за лекцию. Очень все было круто. Два вопроса. Первый. Как вы распределяете задачи внутри команды? И второй вопрос. Есть ли у вас онбординг для новых сотрудников и из чего он состоит? Да. Ну, вот, как я только что сказал, собственно, по матрице компетенций мы можем делать прогноз, кто будет лучше, чем заниматься. Ну, опять же, это индивидуально. У людей уровень постоянно растет, изменяется, там кто-то что-то учит. И, ну, это достаточно органично происходит. То есть, мы смотрим, кто свободен, и просто уже там назначаем людей на проект, и договариваемся, кто будет заниматься UX, кто будет заниматься UI. То есть, может быть так, что один человек будет делать, если это проект меньшего масштаба. Второй вопрос по... Напомни, пожалуйста. Да, по анбордингу. В разделе с Internal Guides я показывал примеры презентации с частыми ошибками, пример документа, в котором находятся все, как бы, гайды по тому, как правильно формировать структуру исходника, структуру проекта, как это именовать, как это группировать. То есть, это тоже обязательно показывается. Есть еще такой гайд, который рассказывает, какой сотрудник компании на проекте чем занимается, и как он должен передавать результат своей работы, допустим, следующему. Там стадия ресерча, и там, типа, там продукт-оунер, BA, дизайнер, разработчик, UA и так далее. Кто, извиняюсь, на каком этапе включается, кто чем занимается. То есть, ну, по сути, нужно анбордить в процесс. Мы берем людей с учетом того, что, подразумеваем, они уже владеют инструментами, просто нужно адаптировать их под стандарты, которыми мы пользуемся для того, чтобы все были on the same page, и все могли быстро ориентироваться в чужой работе. Расскажите, пожалуйста, как проводите тестирование? Да. Все зависит, в принципе, от проекта, на какой он находится стадии. Из того, что мы делали в последнее время, это юзабилити-тесты по форме бронирования. То есть мы брали готовый флоу и прогоняли его по группам людей, то есть начиная там от сотрудников, заканчивая другими людьми. При этом можно использовать, в принципе, спокойно какое-нибудь горилла-тестирование, когда ты просто находишь какие-то тематические формы. Если у тебя какая-то специфическая тема, находишь людей, которые немножко понимают эту тему, какие-то группы, комьюнити, ты можешь попросить ребят, вот можете, пожалуйста, посмотреть таким образом. То, что можно делать в офисе, это элементарно оценки по евристикам, в принципе. То, что классическое такое самое. Ну, это вот из того, что последнее такое было. Если, в принципе, масштабировать это на какие-то другие проекты, то могут быть разные варианты. Мы делаем сначала документацию, потом дизайн. Но после дизайна документация может немножко изменяться. То есть какие-то уже конкретно спеки под разработчиков, как работает та или иная юзер старя, могут претерпевать некоторые изменения после того, как был готов уже дизайн. Есть критические ситуации, когда нужно сделать немножко быстрее. Это неправильный путь, потому что когда дизайн делается сначала, потом по нему пишется документация, это приводит просто элементарно к тому, это факт, типа, что вы потом переделываете дизайн. Ну, то есть, типа, вы могли просто элементарно что-то упустить или, ну, там, не всегда ориентироваться в каких-то бизнес-целях. Но идеальный кейс и то, как мы всегда делаем, это документация перед дизайном. Расскажите, пожалуйста, о процессе согласования дизайна с клиентом. Привлекаете ли вы еще кого-то из членов команды на этапе согласования дизайна? Ну, например, если вы видите это так и понимаете, что это юзабельно, и это подходит пользователю, а клиент настаивает абсолютно на другом. Да. Ну, такая ситуация достаточно сложная в том плане, что бывают достаточно узколобые люди, которые не хотят видеть ваши какие-то аргументы, но всегда можно находить какие-то компромиссы и очень классно показывать результаты исследований. То есть какие-то цифры, какие-то успешные кейсы, они очень хорошо помогают убедить человека в том, что это решение валидно. Но, опять же, если вам дают фидбэк, вы должны к нему прислушаться. То есть, естественно, нужно сказать, да, окей, мы это исследуем, и вы можете просто дать потом ревью по этому фидбэку, сказать, что да, эта идея хорошая, но, допустим, она не будет работать потому что, и дать какой-то аргументированный ответ, почему. То есть это сложно. У меня за все 6 лет была куча кейсов, когда люди становились, нет, давай вот так, и потом бывало, что через время они такие, ну, да, вот ты был прав, и не надо было, наверное, так делать. Но когда у вас четко выстроенный процесс, когда у вас есть в команде BA, и когда у вас есть менеджер, вы можете реально использовать вот разные, как бы, точки давления, которые помогут убедить клиента в том, что это ок. Но справедливости ради скажу, что в гараже клиенты, ну, не то, чтобы они подбираются, но это люди, которые достаточно хорошо понимают бизнес и достаточно хорошо понимают цифровые продукты. То есть каких-то там маленьких стартаперов уже не всегда интересно брать, поэтому мы больше, как бы, да, с такими крупными компаниями сотрудничаем. У вас проводится какая-то аналитика, или вам говорят, вот тема Real Estate делаем, или вы как-то это вместе с аналитиками анализируете и делаете как-то? Да, конечно. У нас, получается, есть набор тематик, по сути, сфер, которые нам интересны, откуда приводить клиентов. И из этого скопа, да, мы можем выбирать какие-то темы для шотов и уже по ним делать какие-то кейсы или шоты на дрибл. Ну, у нас есть команда маркетологов, которая помогает с текстами, с продвижением, по сути. Ну, тексты это скорее как описание, то есть мы говорим, что это такое, как оно работает, и человек уже там делает более, ну, какое-то красивое, четкое описание. То есть контент самого шота, в принципе, полностью в нашей команде. Ну, или кейс-стадии. Какие инструменты используете для передачи дизайна в разработку? Мы сейчас пользуемся полностью InVision, то есть много пытались проверять разные варианты, но пока что InVision, при всех его недостатках, он такой комбайн, в котором можно сделать и классный прототип, и при этом дать возможность разработчику проинспектировать этот дизайн и уже там экспортнуть, что ему надо. То есть сейчас это InVision. Если мы будем говорить, ну, параллельно с ним мы можем делать еще, допустим, в Google Drive делать там папку с дизайном под проект и отдельно туда экспортить там иконки, иллюстрации, чтобы все было четко по боксам нарезано, никаких там артефактов не было, потому что часто бывает там та же иллюстрация, может с проблемами экспортнуться из InVision. Поэтому мы делаем так, и потом ребята могут просто архивом скачать все иконки, создать себе шрифт из этих иконок и уже использовать его в проекте. То есть это такой, типа, тоже небольшой лайфхак. А можете, пожалуйста, подробнее рассказать о дизайн-спринтах? Как правильно сформировать спринт на большом проекте? Смотрите, мы, получается, ну, изначально, то есть вы стараетесь оценивать по своим возможностям. Мне нравятся лично короткие спринты. То есть сейчас я работаю по недельным спринтам. У меня есть... Каждую задачу, точнее, я оцениваю по стори-поинтам. И Anjira уже просто это ассоциирует с тем временем, которое я трачу на конкретную таску. То есть я знаю, сколько стори-поинтов у меня есть в неделю. И я стараюсь там 2-3 задачи какие-то себе на неделю подготовить для того, чтобы спокойно их сделать. И там, допустим, в четверг сделать внутренний дизайн-ревью в команде, внести правки и в пятницу уже показать это BAM клиенту, допустим. То есть вот таким образом. То есть у нас спринт, по сути, с пятницы по пятницу идет. Но до этого у нас была другая система. То есть, опять же, это индивидуально для вас. Мне нравится, когда вот неделя, то есть за неделю можно какой-то четкий объем работы. Вы знаете, что вы точно это успеете. Я на своем опыте могу сказать, что когда люди на этапе общения или там тестового задания начинают создавать сами себе проблемы, то они отпадают сразу. Все зависит от уровня кандидата, в первую очередь, которого мы рассматриваем, на какой уровень. То есть понятно, что от джуниора мы не будем требовать того, что хотим увидеть у медла или синия работа. Это первое. Ну, конечно, смотрим на опыт, на опыт работы непосредственно в компании, потому что для нас это тоже немаловажно, потому что дизайнер для нас, который уже имеет опыт взаимодействия с разработчиками, с командой, с PM-ами, с документациями работал, он более ценится, чем тот, у кого не было такого опыта. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы пользуетесь дизайн-системами? И если да, то вы делаете это под один проект? Или вы вот собираете, у вас есть несколько проектов и делаете разные дизайн-системы? Как это работает? Да, спасибо. Хороший вопрос. Да, мы ими пользуемся. То есть, ну, я бы не назвал это дизайн-системой, это скорее UI-кит, потому что дизайн-система – это материал дизайн, у которого там есть своя философия, свои какие-то там штуки, физика и так далее, какое-то свое видение. То есть, мы создаем UI-киты под каждый проект. Да, у нас есть один UI-кит, который достаточно универсальный, его можно вставить в новый проект, изменить стиль, изменить там шрифты, цвета, закругления, но, допустим, там какие-то элементы типа списков, поисков, кнопок, табов, они там уже будут. То есть, это экономит уйму времени на самом деле. Это очень крутая штука. Скажите, а вы как-то организуете структуру UI-кита и перелинковываете дизайн отдельных функциональных блоков с тех заданиями и вообще со структурой проекта? И как вы вообще это делаете? Да, смотрите, так как мы пользуемся абстрактом, у нас в каждом проекте есть отдельный скетч-файл, который является библиотекой для остальных файлов, которые находятся в этом проекте. Соответственно, в этом файле библиотеки, которая прилинкована ко всем, в ней есть там несколько вкладок. Это, собственно, набор самих символов, просто полотно, где они там организованы по группам условно. То есть, это чисто для нас то, что мы меняем. Есть вторая вкладка, где находится сам UI-кит. Это такие красивые листы, где все подписано, все состояния кнопок разобраны, состояние списков, раскрытые, закрытые и так далее. И третья вкладка – это Style Guide, где все цвета, шрифты, их использование и так далее. То есть, соответственно, мы всегда на проекте можем открыть UI-кит, вместе кита в нем правки, сохранить, закрыть. И уже в дизайн-проекте, в самом UI финальном, просто будут все эти изменения применены. То есть, ну, это быстро, это круто. Мы делаем в прототипе в InVision первый блок, который называется UI-кит and Style Guide. То есть, когда разработчик условно открывает, он сразу видит этот набор экранов, где все элементы находятся. То есть, он все может посмотреть, взять. Если же он вдруг что-то не может найти, допустим, я там обновил какую-то модалку на форме заказа, то он может найти в джире таску, которая была адресована мне для создания этой модалки. И в этой таске, как часть моего Definition of Done, в комментарии будет ссылка на прототип с вот этим элементом новым. Это тоже такой стандарт. Спасибо за отличную лекцию. Вопрос по инструментарию, по новому набирающему обороты, как бы, XD. И примеряли ли вы или ваши коллеги этот инструмент под ваши дизайн-процессы? И если да, то под какие конкретно вы могли бы его применить? Где? Ну, я XD пытался пользоваться еще сетапа бета-тестирования. И они как бы неплохо начали, но продукт по сей день достаточно сырой. То есть там нету... Ну, там да, есть какие-то свои интересные core-фичи, но при этом нету каких-то вещей, которые нам нужны в более повседневном использовании. То есть если выбирать из тройки, из Sketch, XD и Figma, то я бы XD ставил на последнее место. Просто ввиду комплексности подхода к решению проблем меня как дизайнера. То есть в плане, там, типа, плагинов, возможностей, все-таки Sketch, Figma пока поинтереснее. То есть если они будут теми же темпами развиваться, то да, возможно, в принципе. Ну, это... Тут еще фактор в том, что когда у вас есть много проектов, реализованных уже на одной платформе, в одной экосистеме, достаточно сложно перейти на другую. То есть, соответственно, на каком-то этапе вам придется пользоваться и тем, и тем, для того, чтобы со временем пользоваться чем-то другим. Ну, то есть это сложно. Вопрос по Motion UI. В чем делается, как передается в разработку и... Да, кстати. По поводу Motion. Motion можно разделить на, как бы, такие группы. Это какой-то более нативный Motion, который уже, допустим, реализован в iOS, Android. Какие-то базовые решения, простые. И есть сложный Motion, когда это какой-то морфинг, какие-то кастомные крутые анимации. Соответственно, для второго кейса, если его нельзя какими-то библиотеками использоваться, вам надо написать спеку. То есть, если у вас есть какая-то там последовательность анимации, вам нужно каждое писать. То есть, там, допустим, круг расширяется, изменяет opacity, цвет. Или, ну, если это морфинг, то можно применять там различные библиотеки. Там Airbnb, насколько я помню, делал для After Effects. Библиотеку, которая помогает сложные анимации переводить в SVG-анимации, насколько я помню. То есть, тут это такой сложный вопрос, потому что разработчики очень любят кастомные анимации. То есть, какие-то только максимально простые решения. И, ну, зачастую для того, чтобы держаться в рамках бюджета и времени, нужно стараться пользоваться чем-то более простым или стандартным. То есть, если уже говорим о чем-то кастомном, да, мы делали, то есть, просто ты берешь и словами расписываешь, что, как работает. Можно прикрепить графики, если это там, в принципе, в авторе делалось. То есть, чтобы человек понимал, там, как изменяется график скорости. И, в принципе, это тоже можно потом воспроизводить все. Ну, с мошеном сложно. То есть, иногда бывает проще его сконвертить в какой-нибудь MP4 и просто использовать в контейнере, ну, то есть, как вариант. Это в плане размера и подгрузки это сложнее, но иногда по-другому не получается. Спасибо, Антон. Спасибо. 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 Спасибо.